Всем-всем доброе утро! Раскричались как раз. У меня сегодня приятная работа, пока не сильно жарко. Пока есть облака на небе. Пока есть облака вот такие на небе. Буду собирать вишню. И малину мне надо сегодня собрать. И в морозилку все сложить. Сегодня обещают, то говорили 35, теперь уже 34, полегче. Так что пока прохладненько, буду собирать. У нас еще, кстати, прошлогодняя вишня осталась и черешня в морозилке. Ну ничего, этой сверху добьем. Собрала я малину, вишню собирала. Целый час с Татьяной проболтали, с подругой по телефону. И потом совсем жара остала, я удрала. И договорились, ей надо борщ варить, и мне надо борщ варить. Я пришла борщ варить, а у меня есть немного подкисшего молока. Думаю, нет, я сделаю блинки. И вот две сковородки, быстренько нажарила. Татьяна меня зовет в Новороссийск. Она там отдыхает у дочери. Я говорю, нет, у меня другие планы. И купаюсь в бассейне. Сейчас стою в купальнике, накупалась, и давай жарить блины. Сейчас опять нажарилась, пойду в бассейн. Такая водичка у меня в бассейне. Сейчас насос выключу. Сколько там? Двадцать пять с половинкой. Ну отлично. Пойду поплаваю. Такое пекло. Я иду кабачки пособирать. Специально нажарюсь, потом в бассейн прыгаю. Так вот время провожу. Спрашиваете, кабачки курочкам даю? Конечно. А как же? Я вот для них вот такое поле и посадила кабачков. Кабачки, тыква. Мы столько не съедим. Так, морковку вам показать. Ну вот смотрите, она какая. Вот есть нормальная, да? Вот она. А эти вот какие-то уродцы. Вообще непонятки. Ну пусть растет. Не сами-то курочкам с кормом. Так, на кабачках вижу, клещ поселился. Уже вот опять. Ну как вот опять травить что ли? Не хочется. И сразу кабачков меньше стало. Ну конечно, не высасывает все. Придется потравить. Так, перчик у меня вон. Нарос уже. Можно срывать, еще ни разу не срывала. Перчик хороший. Так, правда кабачков меньше стало. Надо вечером будет что-нибудь придумать. Нашатырем, наверное. Поможет ли. А тут у меня зелененькие вот такие кабачочки. Всякие разные. А вот с этого куста все время грушевидные такие. Тыквочки. Кувшинчики. Ну что еще будет, нет? Где-нибудь. Тут еще мелкие. Тут тыква. Ну хорошо разрослась тыква. У меня уже, кстати, капуста наросла. Уже можно прям качанчики срезать. Артем с Катей были. Я забыла им предложить. Так, ладно, значит сегодня травить будем. Тысячу. Девушка поспела. Еще не вся. Тоже, наверное, надо ее сорвать. Надо в заморозку кисели варить, видимо. Напоминает отдаленную смородину черную. Но не то. Несладкая. Вот такие вот грозди. Это мелкий такой виноград. По-моему, белый здесь в конце виноградника. А здесь такие вот удлиненные ягодки. Прошлый год, помните, у нас такой прям лысый был виноград. Потому что все тоже клещом было поедено. Все листья поопадали. А здесь тоже, смотрите, какие остренькие. А я в прошлый год вообще так расстроилась. Думаю, ну надо же, столько винограда. И весь плохой. И не было урожая. Еще думаю, то ли его корчевать, новый садить. Нет. И этот будет нормально еще сто лет плодоносить. Михайлович сегодня еще подвязал. Отрастают плети. Он их подвязывает. Это моя задача, ходить пасынки убирать. У соседей уже помидоры краснеют. Вон, видите, крупные. У нас еще не краснеет. Я позже посадила. Но у них теплица обогревается. Зимой они там отапливали. У них лампа такая мощная. Печку топили. У нас без отопления теплица, поэтому позже. Так что пока помидорки покупаем. А тут вот за туалетом у нас виноград. Вот лоза. Мы его не стали убирать. Пусть чтобы туалет был в тени, чтобы не так нагревался. И в этом году тоже что творит виноград. Видите? Все, плел весь орешник. Вот тут по забору тоже. То есть очень-очень будет много урожая. Вот это мы вообще не обрабатываем, ничего не делаем. Вот так вот не поливаем. Вот так дикий он растет. Но растет хорошо. Хотите? Расскажу вам еще неприятное происшествие, которые были со мной в пути. Меня Михалыч хотел довезти до электрички. Здесь, в Мышастовке. Когда я поехала в Сибирь. То есть было у нас так запланировано. А в обед смотрим, а у нас бульдозер ходит по улице. И нам перекопали перед двором. То есть прокладывали газовую трубу, газовщики. И сказали на два дня. То есть в машине никак не выехать. Ну ладно. Я тогда переиграла все. И Михалыч меня на автобус проводил. И я уехала к Маше. И на той же электричке, на вечерней, хотела уехать на вокзал. Прихожу у Маши на стоянку, на платформу для электричек. Прихожу, стою. И вдруг электричка проезжает просто мимо. И даже не останавливается. Я ничего не пойму. Хорошо вот взять. Я ему позвонила. Говорю, Вова, вот так, вот так. Говорю, электричка мимо прошла. Я на нее не села. Увезешь. И вот он меня довез до вокзала. В аэропорту уже в Сочи. Прошла досмотр. И уже вот там в кафе сидела. Чай пила. И вдруг понимаю, а где у меня очки. Очки солнцезащитные. А я без них вообще не могу ходить на солнце. Даже хоть в Сибири, хоть здесь. Всегда с очками. И поняла, что я их оставила в зоне досмотра. Там же все в эти корзины складываешь. В ящики в эти корыцы. И досмотр в этот. На просвечивание. И я понимаю, что я там оставила. Думаю, ну все. Ладно, куплю рублей 500. Жалко, конечно. Потом такая, думаю, нет. Надо вернуться. Вдруг они там лежат. Подхожу к служащему. И спрашиваю. Я тут очки потеряла. Они говорят, да, вон посмотрите, вон там. Смотрю, там очки мои лежат. Вот я им так прям колечками режу. И они все съедают. Шкурка мягкая. Ничего не остается. Многие, конечно, как мне в прошлом году писали. Почему не трешь на терке? Мне делать нечего. Куры такая живность. Они все склюют. Ничего не оставят. Давайте, цыпаньте, ешьте. Цып-цып-цып-цып-цып-цыпаньки. С утра им землю полила в уголке. Они там ковырялись, ходили. Лежали на этом месте. Все равно какую-то прохладу и надо. Все, давайте, ешьте. Ой, простите. Попала. Ну, дальше вам еще расскажу. В аэропорту в Сочи, когда я летела еще в Новосибирск, я обнаружила, что я не взяла с собой шнурок для зарядника. Вернее, сам зарядник не взяла, но я взяла повербанк. Это такое зарядное устройство, ну, как типа аккумулятора, к которому присоединяешь телефон с помощью проводочка. И забыла успешно. Все, перевернула весь свой этот рюкзак. А там карманов много. Думаю, ладно, потом дома хорошо поищу, когда приеду. У Даши посмотрю. В итоге, все-таки в самолете я надеялась, что я этот проводок найду. Давай опять ковырять в самолете. Уже села, все, спокойно. Думаю, сейчас все пересмотрю. Перековыряла весь этот рюкзак. Не нашла, но зато повербанк вот этот взяла. И вы представляете, я его в самолете уже оставила. Я помню, что я его в карманчик перед сидящего сиденья поставила. Типа, что сейчас я еще найду этот проводок. И забыла. А заглядила я в самолете свой телефон и камеру. Дали мне шнурок. И там под сиденьем есть ячейка. И туда вставляешь. В общем, зарядка там в самолете есть. Не во всех есть самолетах, но в нашем была. Вот так. Вот такая у меня потеря. Сегодня или завтра должны привезти. Михалыч выписал на Алиэкспрессе для меня. Этот пауэрбанк, он правильно читается. Пауэрбанк. Правильно читается. Потому что без него, если вот так поездка куда-то, то негде уже зарядиться. Вот такая была моя потеря. Небольшая, конечно, но была. Но самый главный страх, конечно, я испытала, когда мимо меня электричка проходит, а до поезда полтора часа. И такая, думаю, все, я опоздала, сейчас пробки какие-нибудь не доеду. На электричке же едешь без пробок через весь Краснодар. Хорошо, вот Вова у нас есть. И был еще не на работе. И меня увез. И мы с Михалычем, кстати, на днях ездили тоже эту электричку последнюю смотреть. На нашей станции она останавливается. Она по расписанию и остановка была и на Березово, где Маша живет. Почему она не остановилась в тот день, я не знаю. Хотя я несколько раз проверяла это расписание, что да, электричка идет. То есть я прежде, чем куда-то садиться, я 10 раз на разных сайтах проверяю, чтобы реально улететь или уехать, чтобы не остаться. Ну, представляете, они все едут, в вагонах уже свет горит в этой электричке. И я такая, э-э-э, вот так стою, вы куда? А он, тихо, и пролетел, все. Преклачь, у нас воробушки прилетают, покормиться тоже. Горлицы прилетают частенько. Ой, и куры их, кстати, не гоняют. Он смело прыгает, скачет. Это значит, куры сытые, да? Потому что не жадничают. В такую жару, знаете, что хочется больше всего? Арбуза холодненького. Арбузы, конечно, продают уже вовсю. Продают, наверное, с мая месяца привозные какие-то. Но мы такие не рискуем брать. Понятно, что нам из Африки их не привезут, а может и привезут. Но лучше нет. Будем ждать августа или хотя бы конца июля. И тогда будем арбузы покупать. Смотри, какой красавчик. Только поет неправильно. Как же он поет? У-у-у! Вот так. Как Михалыч смеется, говорит, но ты неправильно берет. Ну все, теперь точно пойду в бассейн и занырну. Сюда пришла к курочкам. Надя пришла белье тут собирать. Ну и все, тоже разговаривали с ней. Стояли долго. Вишенку ели. Нашу у нас поспела, кстати, вишня. Крупная-крупная. Хорошая. Она, знаете, такая, как черешня по размеру. Вот такая. Я пойду поплаваю. Цыплята сегодня сидят в ящике. У них, видимо, эспресс. А тут-то тенек. Они могли бы тут бегать. Но они сидят там в коробке. Не выходят. Но привыкнуть должны. Надо мне вот эту баклажку накрыть черным пакетом, чтобы она не зеленела. И желательно вот эту трубку, которая идет в поилку, тоже обернуть чем-нибудь темным. А то зазеленеет, будет забиваться. Пробуем квас, Андрей Ильич. Привет с Алтайского края. Холоденький. А у нас еще окрошка с тобой есть на вечер. На ужин, да. Так, пробую. Как лимонад. Как лимонад. Продолжение следует... Продолжение следует... И по капусте прошлась, и по баклажанам, и по винограду. Все, на шатыр, на спиртом. Все, детки спят. В коробочке угомонились, набегались. Так они купались, смешно. Камеры у меня с собой только не было показать. Угомонились. Все, а то вчера вечером пришлось их пересаживать туда в коробку. Они вот тут кучно спали. Думаю, нет, замерзнут. Пока еще все равно маленькие. До чего они, получается, у нас 11-го числа, да, вывелись. Десять дней. Девять дней. Да, сегодня самый жаркий день был. И вот видно, что помидорки, вот макушки, видите, такие сухие. Так припалило, как будто бы их. Завтра еще один день, и потом прохладненько уже будет. Так, огурчики свои болезненные побрызгала тоже. Потихонечку дают урожай. Все равно собираем. Так. Усишки вам оборву. Вот вам вместо усиков веревочкой накручиваетесь. Вот. Все. И вот эти огурцы тоже попрыскала. Сегодня урожай снимала. Утром 4 огурца отсюда. И вот еще один. Проглядела. А вот так цветет унаби. С Катюшкой подошли к дереву. Она, ой, что за цветочки. Это унаби. Очень поздно цветет, да? Время уже, конец июня. Ну ладно, будем ждать фруктов, ягод. Пока солнце не село, прохлада не наступила. И вот сейчас немножко, видите, тучи с запада идут, с севера-запада. А так небо, все. А ну вот, немножко тоже облака появились. Мусенька, Мусильда. Мусенька, девочка, опять за кем-то охотишься. Да? Картошку мы начали копать. Ну, в смысле как, надо покушать, мы ее копаем. Потому что ждать, когда она вся будет большая, и одновременно выкапывать, нам ее просто девать некуда. Погреба нету, подполя нету. Поэтому надо, подкапываем. Она у меня еще даже не цвела. Ну, такая вот мелкая, с яйцобу. Погреба нету. Погреба нету. Погреба нету. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА